Транспортное сообщение, доставка почты и запись на прием к узким специалистам. Это основные проблемные вопросы, которые были подняты жителями деревни Макарова в ходе встречи с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. В рабочую поездку с главой региона отправилась и наша съемочная группа. Полчаса на снегоходе и вот уже видны дома старинной деревни Макарова. Зимой добираться сюда особых проблем нет, если есть свой транспорт. А вот летом и в межсезонье дела обстоят иначе. В этом году такая очень сложная ледовая обстановка на Печоре. И, к сожалению, северная транспортная компания не может выполнять рейсы на привычной подушке. Действительно проблема, людям очень тяжело добираться до Наринмара. Решение найдено. Северная транспортная компания закупает аэросани. И эти аэросани, они вне зависимости от этой ледовой обстановки, они смогут возить жителей. Ориентировочно аэролодка на 12 посадочных мест будет доставлена в округ в мае этого года и передана в Северную транспортную компанию. Останется только решить вопрос с расписанием перевозок. Но это в межсезонье. В летнюю навигацию суда СТК совершают рейсы в Макарова раз в неделю. И то не всегда. Всё зависит от погодных условий и загрузки транспорта, который, двигаясь из других сёл, подходит Макарова уже полностью загруженным. Решить проблему возможно через онлайн-бронирование. Если человек забронирует билет, то мы пройти мимо деревни не будем проходить, потому что на него уже будет место свободное в катере. В ходе поездки глава региона осмотрел дизельную электростанцию села. Сейчас здесь работают три генератора. Ещё один на ремонте. Один раз в сутки свет в домах макаровчан гаснет. В это время идёт переключение дизелей. Один работает под нагрузкой, а два стоят в резерве. На следующий день переходим на другой. Кто-то обслуживается. Через сутки опять его запускаем. Фельдшерско-акушерский пункт Макарова обеспечен всем необходимым оборудованием и лекарствами. Ещё один пункт посещения – отделение почты. Здесь жители села не устраивают график доставки посылок, газет, журналов и социальных выплат. Данный вопрос будет решаться на встрече Юрия Бездудного с директором филиала «Почты России» в Ненецком округе Андреем Поповым. Почтовое отделение, корреспонденция доставляется раз в две недели. Ну, это из рук он плохо. Совершенно понятно, какой смысл вообще периодические издания даже подписывать, если раз в две недели будет приходить почта. Что касается сложностей, связанных с записью на приём к узким специалистам, данный вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. И у жителей села появится возможность попасть на приём к нужному врачу через фельдшерско-акушерский пункт. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».